Уже традиционная встреча с Владимиром Ружицким на сей раз состоялась в Красковском культурном центре, полный зал неравнодушных жителей. Они пришли, чтобы лично задать главе округа наболевшие вопросы. Мария Кузьмичева расскажет о них подробно. Председатель Союза Марусинсад Екатерина Мельникова не впервые обращается к главе. На сей раз она пришла вместе с жителями. Они просят дать им возможность жить на закрытой территории, за которую исправно платят и повлиять на тех, кто не согласен с их точкой зрения. Так как же так? Почему какие-то 10-20 человек, которые не хотят содержать данную территорию, могут принимать какие-то решения? Кроме того, присутствующих волновали проблемы детских площадок, освещения и работы управляющих компаний. Особо остров стал вопрос детской преступности. У нас здесь просто преступность. Растет среди подростков избиение и так далее. У нас был сейчас массовый исход школьников из 59-й школы. Никак 59-я школа это не решает. А подростков избивают просто на улице. И выкладывают видео. Я прошу тоже ваше внимание на это обратить. Также жители беспокоило вопрос транспортной доступности и медицинского обслуживания. А также необходимости постройки на территории новых жилых кварталов, школ и детских садов. Сейчас идёт выделение земельного участка в районе Карла Маркса за территорией Новокраскова. Там планируется на 700-й школа. Жители пожаловались на сырость, плесень и холод в доме номер 20 по улице 2-я заводская в посёлке Красково. Они попросили утеплить торец дома. Владимир Ружицкий отметил, что в текущем году планируется отремонтировать 112 домов, 1329 подъездов и 55 лифтов. Также жители интересовало решение проблемы некачественной воды. Проблемы есть. Если мы эти вопросы немного подтянули, они в целом решены в городе Люберцы. Частично решены они в Домилино. Проблем много. Это у нас в Красково, в Малаковке. Поэтому мы ежегодно ставим себе задачу ремонтировать, не ремонтировать, а будем говорить, реконструировать водозаборные узлы. Как отметил глава, задача в этом году реконструировать 21 узел в Краскове, в Люберцах второй узел и в Малаховке 12-й. Также совместно с Мосводоканалом решается вопрос поставки московской воды в округ. Мария Кузьмичева, Александр Дикурко, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и вы будете в курсе самых интересных событий. Субтитры сделал DimaTorzok